Всем привет, дорогие друзья! С вами Даня Махоган и Семёнов. В очередном выпуске новостей мы расскажем, какие изменения произошли в составе НАТО-Свинсеры по Дота 2. В честь какого тега будут защищать Хуч и Спейс, как будут выглядеть стикеры Дэй Лиг Мейнджер и сколько разыграет ESL на турнирах серии Pro League в 2017 году. Команду НАТО-Свинсера G2A по Дота 2 покинули Артстайл, Санейка и Дитяра. Новый состав будет строиться вокруг Дэнди и Генерала. Подробнее о перестановках в коллективе руководитель организации и менеджер Дота 2 состава рассказали в видеоинтервью, которое можно найти на сайте cybersport.ru. Также из 40-минутного видео вы узнаете, в чем была причина плохой игры состава, был ли у НАВИ тренер и о том, каковы ближайшие планы организации. НАТО-Свинсера G2A была единственной командой из СНГ, которая не стала менять состав после Day International 2016. Однако за последний месяц команда не смогла пробиться в плей-офф закрытой квалификации The Boston Major 2016 и покинула Дота Пит Лиг Сезон 5 после группового этапа. Также НАТО-Свинсера G2A отказалась от участия в ASUS ROG Dream Лиг Сезон 6 без объяснения причин. Каждый фанат Дота 2 с нетерпением ожидает The Boston Major — главный турнир осеннего сезона. Однако помимо него по Дота 2 пройдет еще несколько крупных ланд соревнований. Редакция Cybersport.ru собрала все самые важные события ближайших трех месяцев в своей статье. Прочитайте, чтобы ничего не пропустить. Коллектив S4S по CSGO выступит под тегом Tornado Rocks на CIS Minor Championship 2017 Атланта. В российской команде стендинами числятся Hudge и Space. Бывшие игроки Gambit и Sports присоединились к S4S перед закрытой квалификацией к майнеру. Вместе с Литтлом Топом и Никельбэком они пробились в основную часть чемпионата, заняв первое место в группе С на закрытой квалификации. Для команды S4S Tornado Rocks организует подгодовительный буткемп, а также поможет игрокам с поездкой на ландфинал CIS Minor Championship 2017. Останется ли данная пятерка в составе российского мультигейминга после майнера — неизвестно. Ранее Tornado Rocks уже занималась поддержкой коллектива по Counter-Strike Global Offensive. В организацию входила женская команда по CSGO. CIS Minor Championship 2017 Атланта пройдет с 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге в спортивном концертном комплексе «Петербургский». В турнире примут участие 8 команд из СНГ. Они разыграют между собой два слота на главную закрытую ланд-квалификацию к предстоящему Elite Major 2017 и 50 тысяч долларов. Пользователи Redis выложили два концепт-арта возможных стикеров следующего мейджор-турнира по Counter-Strike Global Offensive. Пока неизвестно, имеют ли к этим концертам отношения организаторы The Elite Major или это просто творение фанатов. Первый вариант вызывает сомнения. На фоне изображен Центр театральных искусств Cobb Energy, тогда как турнир должен пройти в The Fox Theater. Помимо этого, на стикерах изображены старые логотипы Fnatic, Virtus.pro G2A и неверное название у Gambit Esports. Хотя известно, что организации сами отправляют официальные логотипы представителям турнира перед каждым мейджором. На фоне каждого стикера из второго набора изображен логотип Elite, состоящий из трех полосок под наклоном. Помимо команд с легендарным статусом, на этом изображении присутствуют некоторые участники с заключительной офлайн-квалификацией к The Elite Major, которая состоится только 15-18 декабря в Атланте. На The Elite Major выступят участники плей-офф из Эльвайн Кёльн 2016, Gambit Esports, Astralis, Natus Wins, RedG2A, Flipside Tactics, Fnatic, Virtus.pro G2A, SK Gaming и Team Liquid. К ним присоединятся 8 команд из лан-квалификации. Турнир запланирован на 22-29 января 2017 года. Компания ESL рассказала о двух турнирах серии ESL Pro League, которые пройдут в 2017 году. Организаторы увеличили призовой фонд каждого до 1 миллиона долларов и выбрали Verizon Theater в качестве площадки для проведения лан-финалов. Компания не сообщила, где пройдет заключительная стадия шестого сезона, однако опубликовала приблизительное расписание обоих соревнований. ESL проводит Pro League с 2015 года. Призовой фонд первого чемпионата составил 250 тысяч долларов, а на лан-финалах ESL Pro League Season 4 команды сразились за 600 тысяч долларов. В финале Cloud9 победила SK Gaming со счетом 2-1 по картам, что принесло коллективу 200 тысяч долларов. Ну а у меня на этом все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова